Всем привет! Москва, выставка Клинок. Интересно, что сделали с этими бревнами? Такое ощущение, что их кто-то сжевал. Единственное, это видео будет такое немножко эгоистическое с моей стороны, потому что показывать я буду такие ножи, которые мне интересны. Ножей тут очень много и всего не покажешь, да я вообще так подумал, что хорошие ножи должны делать мне контент, а не я должен что-то там выискивать. Из новинок появилась вот эта сталь Magnacat. В чем ее особенности? Ее делали специально для ножей. Вот таких сталей ножевых, их на самом деле очень мало, по пальцам можно пересчитать. Вот это Sandvik, VG10, но это, знаете, стали рассчитанные на бюджетный сегмент, массовое производство. А Magnacat это именно премиум порошковая сталь. Мой прогноз такой, что ее по-любому сбалансируют просто отлично под ножевые нужды, но обратная сторона этого будет такая, что ее превознесут просто до небес. Американцы большие мастера этого дела. Голливуд там и демократия там на нефтяных вышках в Сирии. Все, что хотите, они вам это расскажут, что это самое лучшее. Будут вопли, что это самое лучшее сталь для ножа там. Ну, критически к этому относитесь. Как бы там ни было, мы рано или поздно ее потестируем. Южный Крест неожиданно разродился прямо с серией каких-то вот новинок, которых, как обычно, никто не знал. И прямо там это бомба. Мы все их ножи знаем хорошо. Если там кто-то новенький, то это одни из лучших ножей для леса вообще на рынке российском. Ну вот, смотрите, нож по мотивам Фила Вилсона. Это, так сказать, какая-то мемориальная линейка получилась у них. Там Кеффорд, вот Фила Вилсон теперь. Я давно, кстати, утопил такие ножи и могу сказать, что, ну, в исполнении Южного Креста это прямо получилось, ну, отлично. Вот, знаете, вот, прямо отличная. Вот только ради этого и надо было сюда приехать. Потому что я так особо ехать не хотел, потому что все эти выставки очень похожи, а что-то стали. И вот нож-траппер. Вот кто смотрел мои предыдущие там обзоры выставок, они знают, что я тоже вот эту геометрию всегда поддерживал. Это семи-скиннер называется. То есть это как бы гибрид вот ножа с дропоинтом и скиннеры с вот этим таким брюхом. Там еще и травмобезопасная рукоятка получилась и, в общем, эта штука бомба, я думаю. Вот на такой я обязательно хочу сделать обзор. Очень недооцененная геометрия, очень универсальная, потому что он еще и как кухонник идет, он и что так он не делает, короче. Дальше, вот этот материал, это у них ламинат. Внутри пиджикей, тоненькая полоска, то есть носостойкая такая, очень прочная сталь. И сверху обкладки нержавейки. Пока только вот такой прототип там был с такой сталью. Какой-то новый нож, там что удивительно, он очень легкий. Дальше вот этот кефорд. На кефорд я делал обзор, но это кефорд большой, длинный. Я, кстати, поддерживаю, что вот такая геометрия ножей, это хорошо, когда она длинная. Здесь прям такой нож Гитлера Югента, без всяких, знаете, это... Прикольная штука вот эта, да. И выглядит классно. И вот такой необычный нож, но это чисто такой скиннер маленький. Я думаю, охотникам интересно будет. Но тут такие сильные, надо сказать, отличия. Это сделано в кооперации с каким-то охотником. Ну, интересно, и не совсем... Вот именно этот нож, он как-то не совсем похож на ножи Южного Креста. Интересная, интересная геометрия. Прикольно. Это золотое сечение ножи. Но они специализируются на таких вот ножах канадского типа. Очень неплохо делают. Но это, я так понял, отдельно мастер какой-то делает. И я их редко вижу, на самом деле, на выставках. Ну, естественно, я не мог не найти вот этот стенд с ПП Кизляра. И спросить, где там у них нож, которым уши отрезают. Это, я говорю, ножи ШИП. Сами знаете всю эту историю. Как бы там ни было, как к этому относиться. Ну, вот этот нож уже будет с историей. Их там, кстати, раскупили. Даже показать не смогли. Ну, мой прогноз, опять-таки, такой, что это будет в разных исполнениях. Это будет, то есть, после ФИНК и ОГБТ, это будет прямо одним из самых изнуваемых ножей. Тут, как ни странно, это именно винтажные заточные камни Индия. Очень старые вот эти упаковки. По этим упаковкам можно увидеть. Ну, и с заточкой тут все в порядке, там, на этой выставке. Профиль. Вот тоже многие спрашивали, почему профиль, а не какой-то там поделка из какого-то гаража. Да потому что это большой завод. Там у них столько всяких допов, нововведений, там, опций новых выходит. То есть, пошел, купил, что тебе надо. Ну, достойный, достойный. Для любителей вот именно таких точилок это очень достойная штука. Если рекомендовать, то, наверное, ее. Вот именно по той причине, что постоянная вот эта связь есть. Это для меня бренд складных ножей номер один. Я как-то привык, но я больше обращаю внимание вот на эту их рабочую чистую серию. Надо будет как-то собрать все эти ножи. Особенно я сейчас Локет рекомендую. Бюджетный просто складной роботег для города. А так вот, я даже на кармане принес их нож. Это Кощай называется, но тут на выставке такого не было. Мне вот это нравится, кстати. Из новинок у них вот такой нож есть. Они, как говорят, для леса. Очень неожиданно для этого бренда. Потому что это выглядит как какой-то тактик. Военный нож, честно говоря. Вот так он закрылся, у нас там есть. И, в принципе, вспомнили, приехали тут. А потом, что только в 20-м. Вообще показали что-то там. В pickup неделями не тр sap Office. mettите это в колодку. А вот это сколки. Мышка постоянно работает. вот это вот интересный стенд я раньше вообще не видел и не знаком с их продукцией как мне сказали это российский бренд который делает в китае ну по моим наблюдениям это как бы вот импортозамещение викториноксов лизерманов даже с ложками советском стиле есть эти ножи не знаю вот стали там 440 420 вот очень много вот таких вот мультитулов ну выглядит неплохо он стоит дешево очень там 10 раз меньше чем лизерман но это надо именно тестировать это какой трос разрезать там это посмотреть как эти будут губки там себя держать то есть так вот по внешнему виду неплохо как это будет работать и чертова знает но вот интересно что такое есть теперь стенд аники это наш грандсфорстбрук можно сказать да еще то они их переплюнули мне кажется вот когда на таком уровне развития это знаете вот уже если раньше ты хотел в коллекцию какой-нибудь там новый шведский топор то сейчас уже пофигу что они там делают потому что у нас лучше у них кстати там еще такой музейчик есть можете посмотреть откуда берутся этой формы то есть это все исторические формы российских топоров на самом деле по большей части ну вот кто не верит что россии были тисаки и мачете но вот как бы это не лин томпсон придумал из колл стилла савню они правильно доработали сделав ей побольше это отсек чтобы туда можно было еще какую-то палку запихивать такие топоры которые не за нас начало 13-го века потом появляются топорики где-то 13-14 века такого типа и третий тип который он убил это тоже 14-15 и далее это вот пиквы соответственно вот эти топоры нам больше всего интересуют колл часовой работе еще проводит собственно эволюцию как непосредственно вот это все развивалось шо а то редко Субтитры делал DimaTorzok Ну вот, надеюсь, было интересно. То, что я хотел показать, я вам показал. Если что-то не показал, то это просто потому, что не хотел показывать. Ну, как бы это такой субъективный взгляд на эту выставку. Надеюсь, было интересно. Пишите комментарии. Пока.